Социальная сфера под контролем. Руководитель районной администрации продолжает следить за строительством соцобъектов в Щелковском районе. Детский сад в Первом Советском переулке на 170 мест готов всего на 30%, но строители уверяют, сроки уложатся. В ближайшее время увеличат количество рабочих на стройплощадке. Динамик хорош, положительный. Понимание есть у застройщика, что мы не просто приезжаем для того, чтобы изобразить функцию контроля, но и добьемся того, что этот садик будет построен в этом году и сдан. Хорошую динамику Алексий Валов отметил и в детском саду на улице Юбилейной в Медвежьих озерах на 240 мест с бассейном. Строители продолжают выкладку стен внутри здания, а вот ход строительства второго садика в новом городке на 140 мест руководитель районной администрации не порадовал. Возведение объекта ведется очень медленно. Вторым садиком я, конечно, недоволен. Более оптимистичные прогнозы были за ту строительную компанию, которая вышла на субподряд. Подгоним. Хорошее впечатление у Алексея Валова оставило посещение реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Под него готовят первый этаж здания бывшего учебного центра воинской части. Он должен быть сдан 30 октября. За минувшую неделю здесь установили двери, приступили к отделке фасада тыльной стороны здания и благоустройству территории. То, что касается отделочных работ, то все двигается полным ходом. Я думаю, на следующей неделе уже мы какую-то часть комнат уже сможем показать с линолеумом, со всеми красотами. В завершении выездного совещания Алексей Валов проверил ход возведения детского садика в микрорайоне Анечково. К строительству учреждения застройщик компании СУ-22 должен был приступить еще год назад, но работы начались не так давно. Тем не менее, возведение объекта ведется согласно графику. Отставаний нет. Они просто год думали выходить, не выходить. А потом вот так получилось, что они поняли, что если не выйдут, то их ждут большие неприятности. Вот они вышли, сейчас в графике работают. Молодцы. Контроль за строительством социально значимых объектов необходим и будет продолжен, заверил Алексей Валов. Причем не только со стороны администрации, но и представительной власти. У нас совет депутатов, соответственно, глава Надежда Владимировна согласовываем, контролирует. Молодцы. Будем работать дальше в тандеме для того, чтобы никакие недостатки не проходили мимо ни общественного контроля, ни мимо контроля главы совета депутатов, ни мимо нашего главы, руководителя администрации, который тоже сам вместе с своим коллективом, вместе с своей командой будет эти вопросы все решать, строить и вводить в эксплуатацию. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.